Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Вы знаете, меня терзает смутное сомнение. Вот до какой степени начнем с Путина? Вот первые лица сейчас реально понимают, что происходит. Недавно слышал Путина говорить, вот там наши граждане говорят. Там Запорожье, там в Херсоне они там будут. Наши граждане в Херсоне, в Запорожье. И здесь у меня сомнение. Он в курсе, что в Запорожье рашистская армия никогда даже близко не подходила. Харьков русским не удалось штурмануть, а Херсон давно отбили назад. Он когда что-то морозит, у меня есть ощущение, что ему как бы что-то доложили, то и правда. Тут, кстати, Зеленский имеет объективное преимущество. У Зеленского есть смартфон, которым Зеленский умеет пользоваться. Не, ну я понимаю, что когда там Путин на выборах мышкой что-то елозит по коврику и смотрит в экран, он имитирует. Ну, имиджмейкеры же подсказали, что надо имитировать. То есть делать вид, что ты сидишь там вот в компьютере и знаешь, как это, создать иллюзию у избирателя, что Путин, он еще, о-о-о, это бабки Путина вот эти, они могут как-то в компьютере не разбираться. А сам Путин, он передовой мужик. И он так елозит вот мышкой по коврику, вот эту свою гуску, вот эту вот морду свою скрутил и с умным видом смотрит туда вот в монитор. Но мы же понимаем, что Путин не умеет пользоваться. Об этом многие говорили, это, есть куча свидетелей, свидетельств, точнее, что он не в материале, он не серфит интернет. Он не читает новости, у него там лента Фейсбука перед глазами не мелькает. Он берет информацию из объектива, к чему Шейгу с Герасимовым принесли, то он и знает. Путин же не смотрел вот эти вот блоги Гиркина, он не смотрел расследования там ФБК Навального. Путину дают выжимку, ему дают объективку, при этом все окружение Путина, это мастера международного класса по экстрасенсорному практически угадыванию. О чем бы шефу хотелось, чтобы я ему сказал? Это в политике вообще распространенная вещь. Я прекрасно видел ту же самую породу тех же самых мастеров художественного угадывания, которые вот таким плотным кольцом окружали там Порошенко. И у Кучмы была та же история, возле Ющенко тоже бегали. Но таких вот мастеров вылизывания и предугадывания, как при Зеленском, у нас не было давно. И то, что Путин по причине уже прогрессирующего старческого, я не врач, я не могу сказать, там, деменция, там, маразм, это пусть специалисты угадывают, но его неадекватность, это, понятно, в силу возраста. С Путиным есть еще одна загадка, сейчас перейдем к Зеленскому, но с Путиным есть еще одна загадка. Ведь у Путина после его вот этой Людмилы, жены, которая с ним была приблизительно одного возраста, звезд компьютерных с неба не хватало, она, мягко говоря, ни с одной стороны, ни спереди, ни сзади, ни айтишница и ни серферница интернета, она не писала программы, ну, опять, ей и не нужно. Но вот у него же были потом молодые бабичи. Я не знаю, с Мизулиной он, ну, там, ходили слухи, что он с Мизулиной, младшей Мизулиной, понятно. Старшую Мизулину даже Терешкова побаивается. А вот младшую Мизулину, Путин, говорят, не боится, причем даже не боится очень плотоядно. Но та же Кабаева, черт бы гимнастически ее побрал, она же была предназначена Вселенной. Ее миссия, для которой она родилась, вообще попала в наш мир, была обучить Путина обращаться с элементарными гаджетами. Нет, я понимаю, что вот поколение там, ну, вот мне 59 в этом году, мое поколение, оно в гораздо меньшей степени, чем там 20-летние, заводит каналы на Ютьюбе, там пользуется Инстаграмом. Но Кабаева, это не мое поколение, черт побери, она бы могла Путина вот как-то в это дело затянуть. И я скажу, что это возможно. Это не просто возможно, это практически доказано. У меня вот теща 75 лет, она не просто смотрит мой влог, вот она и этот влог тоже посмотрит, комментарии напишет. Она завела себе канал на Инстаграме, меня в этом Инстаграме нет. Моя теща есть! Вау! Альбина Юрьевна, вы героиня. Вот серьезно, вот я до этого Инстаграма не дотарахтел, а моя теща 75. Спокойно, вопрос возникает. Почему Путин так сильно отстает от моей тещи? У него не то, что канала в Инстаграме, у него, у него, да он вообще дупля не режет, черт бы его побрал. И главное, что у него же возможности не просто превышают возможности Альбины Юрьевны, да ему просто наймут, расскажут, объяснят, помогут, покажут, все сделают. Нет. Старый пень окружил себя исключительно лизоблюдами. А теперь давайте к нашему, к молодому, относительно, конечно, молодому пню, который, конечно же, не лох, у которого в голове война закончилась, и которому какая разница. Вот каким образом получается, что он упустил ту возможность, которая для каждого, кто управляет государством, является единственным способом получать правдивую информацию? Нужно возле себя, это азбука, это азбука любого управленца. Ему нужно возле себя поставить несколько конкурирующих центров влияния, которые будут хреначить друг другу, друг друга, давать друг на друга всю негативную информацию, какая есть, и состязаться за доступ к ушам президента. То есть они должны ему объяснять, доводить свою нужность, давая правдивую информацию. Мало того, Зеленский, в отличие от Путина, ну, он, конечно, ну, наверное, он лучше, чем моя теща. Я не уверен, возможно, он лучше, чем моя теща. Разбирается с всякими компьютерами, гаджетами и так далее, но он, в отличие от Путина, разбирается. В отличие от Путина, он прекрасно понимает, что есть информация, которая распространяется в сети. И неужели он действительно верит байкам Ермака, там, Татарова, Арахами и кто вокруг, что есть все, кто не любят Зеленского в сети, они это делают за деньги Порошенко. То есть он до сих пор не понял, что его иллюзия всенародной любви уже давно опровергнута самой жизнью. Всенародная любовь к Брежневу заключалась в том, что с него ржали. Вот когда он на Новый год выступал, с него ржали. Всенародная любовь к Чаушеску и к Путину, она, собственно говоря, одного порядка. Я попрошу вас написать, что вы думаете по этому поводу. Обязательно напишите комментарий и не забудьте подписаться на мой канал. Рекомендуйте не позитивных, а патриотичных блогеров. Перепущивайте, пожалуйста, мои ролики, а победа будет за нами. Потому что за каждым из нас персонально не за шею.